Анна Козловцева. Детская травма. Глава 1. Введение. Чтобы исцелиться, мы должны осмыслить и принять свою боль. Осознание детских травм – первый шаг к их проработке и переписыванию нашей жизни. Детская травма – это сложный и многогранный феномен, который может оказывать глубокое влияние на жизнь человека во взрослом возрасте. Наше детство – это период формирования наших личностей, эмоционального развития и основных установок в отношении себя и окружающих. Однако, к сожалению, не все дети имеют возможность прожить безопасное и поддерживающее детство. Многие сталкиваются с различными формами травмы, которые оставляют след в их психике и влияют на их жизнь в долгосрочной перспективе. Понимание и осознание детских травм – это ключевой шаг в проработке этих травм и восстановлении своей жизни. Многие люди, подвергшиеся детской травме, не осознают связи между своими текущими проблемами и событиями, произошедшими в детстве. Они могут испытывать различные эмоциональные и поведенческие проблемы, но не понимают, что их корни уходят в глубину их прошлого. Именно поэтому осознание детских травм и их влияние на нас является первым и важным шагом к их преодолению и исцелению. Для большинства людей понимание и осознание своих детских травм является сложным и эмоционально нагруженным процессом. Это может вызывать болезненные и интенсивные эмоции, такие как горе, злость, стыд и вина. Однако, именно в этом процессе понимания и осознания мы начинаем разгребать путаницу и хаос, которые эти травмы создали в нашей жизни. Мы начинаем видеть связи между прошлыми событиями и нашими текущими реакциями и поведением. Мы начинаем понимать, что эти травматические события имели глубокий и долгосрочный эффект на нашу самооценку, отношения, поведение и общее благополучие. Значение понимания и осознания детских травм не ограничивается только их идентификацией. Когда мы осознаем и понимаем свои детские травмы, мы начинаем обретать власть над ними. Это позволяет нам освободиться от болезненных эмоций, пересмотреть свои убеждения и отношения к себе и открыть новые возможности для роста и исцеления. Процесс понимания и осознания детских травм требует нашей честности и смелости. Мы должны быть готовы взглянуть на нашу боль и травмы лицом к лицу, не отвергая их или отрицая. Это может потребовать поддержки и помощи от профессионала, такого как психотерапевт или консультант по травмам, который может помочь нам осознать, обработать и проработать эти травмы в безопасной и поддерживающей среде. Кроме того, понимание и осознание детских травм имеет связь с нашей самоидентификацией и самосостраданием. Когда мы осознаем, что наши проблемы и реакции имеют свои корни в детстве, мы перестаем винить себя и начинаем более сострадательно относиться к себе. Мы начинаем осознавать, что мы не были виновны в том, что произошло, и что мы имеем право на исцеление и благополучие. Понимание и осознание детских травм являются ключевыми компонентами процесса проработки и исцеления. Они помогают нам развить осознанность о себе и своих потребностях, позволяют нам выражать и устанавливать здоровые границы, и создают основу для переписывания нашего детства и построения более здоровых и счастливых жизней. В следующих главах этой книги мы более подробно рассмотрим процесс проработки детских травм, различные методы и подходы, а также практические стратегии, которые помогут нам в этом процессе. Мы углубимся в исследование различных форм детских травм и их влияние на нас, чтобы расширить наше понимание и осознание собственных опытов. Также мы рассмотрим роль эмоциональной поддержки и терапевтической помощи в проработке детских травм. Узнаем о различных терапевтических подходах, таких как травматическая терапия, психодинамическая терапия, когнитивно-поведенческая терапия и другие, которые могут помочь нам исцелиться и переписать нашу историю. Важной частью этой книги будет рассмотрение значимости самозаботы и самолюбви в процессе проработки детских травм. Мы изучим практические стратегии, которые помогут нам укрепить наше психическое и эмоциональное благополучие, включая практики самосострадания, медитацию, дыхательные упражнения и другие методы самоухода. Не менее важно будет обратить внимание на влияние окружения и поддержки со стороны близких людей. Мы изучим, как создать безопасное и поддерживающее окружение, как найти поддержку в друзьях, партнерах или группах поддержки, и как развивать здоровые отношения, основанные на взаимном уважении и эмоциональной поддержке. Спасибо.